Ребят, привет! Меня зовут Илья Вилсаком, Медиа на связи, и позади меня такой неприметный стенд. Обычно стенды действительно интересных, мощных продуктов, яркие, шикарные, с толпами народа. Здесь небольшая очередь, в которую я сейчас чуть-чуть попозже встану, для того, чтобы попробовать очень интересный VR-продукт. Я пробовал разные, и везде так или иначе встречался с недостаточным разрешением картинки. Ну, блин, ну маловато все-таки. И здесь нам обещают 8МК, и это уже должно быть что-то более-менее близкое к действительно виртуальной реальности, как она есть. Пора вставать в очередь, нужно попробовать и с вами поделиться впечатлениями, поэтому поехали. О, кстати, почти моя очередь подошла. Крайне любопытный девайс, а пока есть возможность и время в паузах между роликами. Поигрываю в Гонзов Бум. Да, Грешин есть такое. И несмотря на то, что интернет в Штатах и здесь на CS, в частности, очень так себе, Гонзов Бум работает нормально, то есть без каких-либо проблем можно погонять несколько матчей. И, кстати, по ссылочке в описании, если загрузить игру, 25 гранат и 25 аптечек. Да ничего, мы, надеюсь, не помешали. Вообще, Pimax компания достаточно интересная. Это китайский стартап, который собрал на Кикстартере сумму гораздо большую, чем Oculus Rift. 4 с лишним миллиона долларов. И все потому, что они предлагают максимальное на данный момент разрешение окуляров. По 4К в каждый глаз. Итого получается 8К. 200 градусов угол обзора. Цифры впечатляющие. Сейчас попробуем... Там сейчас демка какая-то с океанскими рифами, с рыбками, с прочими красотами. Насколько круто это будет ощущаться в VR. Вот прямо сейчас после этого джентльмена мы тоже узнаем. Ну что, настал тот самый момент, когда мы попробуем самое большое VR 8К. Окей, давайте попробуем. Да, глаз не так. Это очевидно. Да. Это очевидно. Это очевидно. 8К это офигеть как четко. То есть, ну, это очевидно, что это четко. Я, правда, не совсем понимаю, где вы, наверное, вот где-то в этой стороне. Но вот это обилие медуз и каких-то частиц, которые плавают в воде, оно реально какое-то сумасшедшее. И совершенно не тошнит. Вот это тоже важно. Потому что в VR обычно... Какая страшная. На самом-то деле вокруг меня люди. Класс. И самое классное, что вот это все 8К великолепие абсолютно совместимо со SteamVR. То есть, все игры, которые поддерживают VR, будут прекрасно работать с этой штуковиной. Я думал, на самом деле, внешне она выглядит, ну, достаточно массивно. Прямо, скажем, какая огромная медуза прямо передо мной. Но на голове, по крайней мере, вот за те полминуты-минуты, что она у меня находится, не ощущается как-то массивно. Офигеть, как круто! Потому что картинка нереально четкая. То есть, вот, серьезно, это максимально четкий VR, который я в своей жизни вообще видел. Это было круто. Спасибо. Это была прекрасная эксперт. Не знаю, для меня, по крайней мере, VR до сих пор это какой-то все еще новый опыт. Потому что, ну, прямо скажем, вещь не слишком распространенная. И когда ты видишь прогресс в развитии этой самой технологии... Ну, это здорово. Это серьезно какие-то эмоции внутри тебя пробуждает. И хочется этим восхищаться, потому что, ну, это какие-то новые впечатления. Я надеюсь, что, может быть, она все-таки станет чуть менее массивной. Потому что, ну, не хочется на голове таскать такую здоровую каску. Хотя, чего уж там говорить, и сейчас нормально. И будет вполне удачный потребительский продукт. Учитывая поддержку существующих VR-стандартов, это то, что нужно. Но 8К, ребята! Подписывайтесь на канал, следите за Велсаком Медиа. На оси ES 2018 года. Как обычно, мы для вас ищем только самое необычное и интересное. Меня зовут Илья. До встречи здесь, на YouTube. Пока!